Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренний в серебряной рассе, Слышу голос и вонящая дорога. Я знаете, что забыл сказать? Вот, к вечеру на ледовой площадке появляется 5, 10, 15 детей. Соотношение девочек и мальчиков из каждого десятка 7-8 девочек. Мальчики крайне редко стали появляться. Вот, у них уже вот это вытравлено. Всё-таки вот это вот желание двигаться, соперничать, ловкость, сила. Ну, всё, что было присуще моему поколению. Помните, казаки-разбойники, кто помнит? Вот, всё это полностью вытравлено. Ещё с детства, начиная с пелёнок, которые заменили эти самые памперсы. Вот, и теперь возврата именно для них нет, а они горе будущих семей. Они слабые работники, потому что вместе с половыми органами развивается ум и сила. А об этом те, кто командует нами, они уже с этого поколения. Ведь когда было объявлено промоложение правительства, так, руководство страны, про это не подумали. Что они уже поколение памперсников. У них уже нет вот этого дикого, как бы её называть, дикой работоспособности. И нет куда взяться. Нет у него ума. Если бы ещё были, сейчас не зря девочки вот эти, ещё на коньках стоят. Они не так испорчены вот этими памперсами. Потому что, ещё раз говорю, у них органы размножения всё-таки защищены. А значит, они не так генетически испорчены, как мальчики. Нас ждёт такое страшное будущее. Кто успеет, чьи-то повезёт. Кто ещё, китайцы могут как-то исправить положение. Те, что с утра и до вечера ушу занимаются. Я вам показывал. Пока вот такая страшная вещь. Так, теперь, пока не начался ещё вот этот раздел, который называется «Вопрос-ответы». Вот этот, видите? Я показывал вам. После того раза, когда я сказал, что это очень дёшево, и можно всех соседей, всех друзей подарить по такой книжке, которая вам будет стоить полтинник, да? Если купить не меньше четырёх. Вот. И получается, что головной боли не будет на сегодня подарок. Ну, после этого я получил аж целый один заказ. На четыре этих. Это всё пока. Ну, и два человека по одной заказали. Тогда я стал хитрить. Человек заказывает черенки. Я беру, когда черенки уже собраны в такой вот длинной упаковку. Снаружи ещё вот так вот. Она не портится. Вот так вот. И человек получает такую книжку. Ну, это тот, я пишу. В случае согласия сто рублей добавить. А человеку стыдно говорить. Пока ни один не отказался. Я бы на десятке проверил. Что, мол, я бы за сто рублей положил эту самую, ну, вот такую брошюру. Вот. И пока вот мне надо распространить несколько тысяч штук. Иначе я оказался банкротом. А не стоили деньги. Вот это всё. А отдачи нет. Это иначе, что брошюра плохая. Это правильно сказал от Адама. Все сейчас сидят в интернете. Но в интернете они не читают это же самое, допустим, вариант интернетовский. Вот. Сейчас другие совсем интересы. Моё поколение, которое зачитывалось газетами, которые меня печатали, оно вымерло. И образно вымерло. Кто-то умирает, кто-то забросил дачу, потому что сил нет. Вот. Пойдём теперь дальше по тексту. Так. Так, 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 так. Александр Алексеевич. Я всегда только вас и высматриваю. А вот ещё несколько человек, которые это, сыграли свою роль в моей жизни. так, вы же у меня интервью брали. А ну, знаете, где сейчас это интервью? Александр Алексеевич. Подробное, долгое интервью. Я был устал, хотя после этого семинара, когда я столько часов читал лекции, а потом ещё учил людей работать с рамками. Вот. А потом бах, интервью. Ну, давайте интервью. Оно есть у меня на диске номер 11. Вот. Оно не потеряно, не забыто. Кто выписывает этот диск, ну, скажем, когда всё меньше и меньше выписывает. Вот. Но там есть это интервью. Хотите, я вам вышлю. Возможно, вас его и нету. Ладно. Начинаем здороваться. Казахов, здрасте. Смотрите, здрасте. Ой, какие у вас ещё пару писем. Вы. Я боюсь людей отпугнуть. Вы сильно умны. До среднего поколения. Так. Казахстан. Как всегда, Казахстан. Добрый вечер. Брат Юрий, добрый вечер. Алексей, добрый вечер. Награда, добрый вечер. Селиванова, добрый вечер. Нижний Новгород, добрый. Кудина, Марина. Марина, сотни-две. Может, получится у вас вот эти распространить. Вот. Вы же волшебница. Как дар убеждения. Почти одна на все. Вот. Второй и последний это Макарова, Алексей. Вот он ещё может вот таким вот как бы торговать. Книги довольно... Он у меня выписал последние книги «Северный сад. Сотворение чудо своими руками». Он, конечно, продаст. Он при этом даже Алексей Иванович Макаров Огненску. Он даже при этом ничего не зарабатывает. Вот. Но на этих легче хотя бы отвечать. Всегда было, если будет. Я сотни часов, тысячи, десятки часов потратил в дом, который приезжает ко мне засаживаться и говорит «А вот это». Я часами отвечал, я не могу вот тут болеть. Вот. Ответы тут. Поэтому обращаюсь к Макарову и обращаюсь к Кудиной. Да и всем желающим. Попробуйте вот эти вот перепродать. Помогите хотя бы хоть деньги вернуть, которые я потратил на печатание. Так. Сыжание минус пятнадцать. Так. Гришина. Иркутск. Толусск. Все это в Кархой. Куда бы занесло. На что прививают Явлогил Антоновку? Привой умер. По двое растет хорошо. Колючек нет. Сколько разрезать плодов, какие они будут? Этого не знает никто. Мы же не знаем, на что прививали. Не знаем. Так. Вот. Колючек нет. Вот. Сколько лет ждать. Благодаря тому, что вы привили. Понимаете? Взаимно идет это. Как вы говорите? Подводить. Даже если это был Сианис. Им надо было бы ждать, например, восемь лет первого положения, если бы его не трогать. Но на него привили Антоновку. Культурный сорт. Так. Вот. Пусть она погибла. Но поверьте мне, что качество Антоновки, это и есть вегетативная гибридизация. Это называют селекция сверху вниз. Качество Антоновки, в том числе и скороплодность, намного быстрее заплодоносит ваш подвой, который без колючек, и вы не знаете. Конечно, его нельзя пока трогать. Надо ждать плодов. На него снова можно что-то привить. Можно не ждать. Если ждать, то я что не вижу, того не вижу. Сколько, когда, чего, когда привил, когда погиб, когда посажен. В общем, я одно скажу. Антоновка приблизит, обычно же берутся взрослые дерева, черкино-плевые, она приблизит плодоношение по двое, на пару-тройку лет. Общий такой ответ. Вологда, Архангель, Муром. Добрый вечер. Всем здоровья. Спасибо, Александр. Череповец. Здравия. Так. Я читаю статьи, смотрю видео на этот дзен и ставлю лайки. Советую всем сделать то же самое. Да, там много сейчас появилось в моих статьях. Это благодаря этому самому Роценко Павлова. Другое дело, что вы заметили, я как-то стеснялся и сейчас ни разу не сказал, ставьте лайки там под моими этими материалами. Не могу, язык не поворачивайся. Так. В саду выросла яблоня дычка. Дичка, наверное. Уже приличных размеров. Можно, наверное, предкультурный сад. Это, конечно, можно. Нужно. Различка. Вот. А раз приличных размеров надо выбрать несколько побегов, но не горизонтальных. Вертикальные, может быть, вряд ли есть на них скелетные ветки. Ну, хотя мы, которые как можно вертикальнее. И сделать несколько прививок. Винограды отвечают нужно правильно. Валентин, спасибо. Записки зачариваются сюда вот так. А это к чему? Что это значит? Вопросы записки. Ну, ладно. Короче, мы вспомнили, что у меня есть книга-записка зачарованного садовода. Сибирского садовода. Ладно. Так. Влад Нежиного говорит. Вопрос. Можно ли... Сейчас, секунду. Горло пересыхает. Можно ли лучше крупноплодной сады, а быть методом наслоения ментора? Возможно ли применять данный метод, использовать им тоже подвой? Изначально сделав прививку повыше, а затем опустив её к земле. Спасибо за ответ. Ещё одного я испортил. Любой учёный, он даже вам отвечать не будет. А мне что ответить? Лучше крупноплодность иначе получается, но не всегда. Например, есть сорта вроде бы и да и нет. Вот мелба... Ой, нет, не мелба. Допустим, если взять сорт пипеншафранный на зосан дереве это вот яблочки буквально вот такими становятся. Сколько я делал прививок и метр наслаивал. А им по барабану. Вот. Больше этот вопрос относится именно к косточкам культурам. Там они как-то больше реагируют на подвой. А яблони они настолько устойчивы, мне допустим удалось чего-то там пару-троих сортов изменить, да, вот, что настолько удалось изменить, что это видно неруженным глазом. Но это редко и специально этим заниматься. Я никогда не занимался, потому что это потерянные годы. Знаете, вот у вас яблони 200 грамм, вы хотите ее крупноплодной сибири. Возьмите черенок с яблони 300 граммовый. Вы хотите еще больше яблоки иметь, возьмите 400 граммовый яблони. Это даже игрушка касается. И до упора. Самый большой яблок, который держал в руках, 650 грамм. Поверите? Вот так вот. Поэтому я просто хочу сказать, что это настолько редкий случай, что можно ли улучшить? Можно, но это тоже самое. Можно ли выиграть квартиру в Москве или миллион долларов? Можно. Вот тут такой случай. Можно, это можно, а стоит затратить на это годы. А с этими абрикосами, ой, это у тебя, ой, как это, это, интересно. Они действительно чувствуют, климат поменялся, и они меняются. Вот тут Мичурин прав, но тут же и прав, и тут же и не прав, но мы это уже проходили. Что ответит Сергей, он грамотнейший мужик, если бы я отвечал, ответ такой, все в ваших руках, невозможно ничего не долго кропотливать. ну, правильно, Сергей, мы с тобой одного поля ягоды, долго кропотливать. Не надо ли? Достаньте сразу, чтобы вкусные были. ведь прислала же мне Мараховская, эти 500-граммовые, эти самые, груши-то, гигант под Москвой. Я раз в интернет, нет такой груши. Откуда она взяла? А если кто-то из садоводов-любителей взял, да и назвал ее так? Потому что живет под Москвой, потому что гигант по размеру. Вот. А зачем брать 200-граммовую грушу или 100-граммовую и пытаться увеличить размер? Вот мой примерно ответ такой. И Сергей, это мой ответ. Так, Евгений, здравствуйте, я ошибся и привел на сеяние с яблони и черную груши. Он благолучий прижился, дал мне большой прижим. Но сосед говорит, что груша даже по двой проживет 2-3 года. Если так, то смысла не вижу в этом дереве. Насколько это соответствует действительности? Поделитесь опытом. У меня опыт ограничен, потому что я только из любопытства делал несколько привель груши на яблони. Вот. В сотню я делал, привел на Сибирку. и у меня получилось примерно не считал 90 мертвых и десяток вот таких болезненных побегов. Дальше я и не стал поставить задачу грушу приучить к Сибирке. Я не могу ни миллионер и ни директор института, чтобы сказать вот Иванова Петрова Сидоров один выращивает по двое, другой привает, а третий привает и поколение за поколение нету такого возможности. Я увидел, что совершенно не перспективное дело. Проще вырастить по двое яблони, привать яблони. Проще вырастить по двое груши, привать груши. А так как это самое мне не раз говорили скрестить это с тем, мне больше делать нечего. Получается, что это настолько кропотливое дело, оно не оправдает себя. И вот получается так. Я показывал прививку груши на яблони, помните? Она прожила три года, на четвертый год умерла. Потом у меня был прекрасный побег, тоже скелетные груши на яблони. У меня есть фотография, она довольно взрослая. Но получилось так, что в один год давний рам вместе с яблоней, потому что я тогда увлекался обрезкой на кольцо. Погибла яблоня, скелет была привита прекрасной грушей. Погибла яблоня, значит погибла и груша автоматом. На этом мой опыт кончился. Зато есть Макарова Алексея Ивановича. Обнинск, Подмосковье. То есть почти Подмосковье. И вот у него вроде бы я смотрел прекрасную фотографию, прекрасную привоя, но я уверен, что его бы тоже ограничено. Если, допустим, пять лет плананосит, но это не значит, что будет плананосить десять лет. И получается, что на данный момент, а я же человек начитанный, я всё равно не встретил ни одного случая, чтобы долго-долго яблоня жила одна груша, а груша на яблони. Кто ещё поделится опытом? Будем надеяться, кто-то поделится. Если тут время ограничится, пишите мне, а я уже вас раскручу на всю деревню. Так, смотритель пишет, недолговечие болеющие деревья, но бывают редкие исключения. Совершенно правильно. Всё-таки у них геном настолько разный, что почему я практически не опыляю друг друга. Вот. На фото снука очень крупная малина, что за сорт? Вопрос не ко мне, вопрос к Латинкову, это он мне прислал. Латинков, наберёте в Яндексе эти, Латинков Юрий Алексеевич, Челябинск, всё высветится само, на то и интернет сейчас. Вот так вот, ребята, так что давайте все вопросы к нему он писал, я посадил, больше я ничем не виноват, и ничего это, нет, себе не присваиваю. Так, смотрим, что написал Александр, вы хотите укропнить, надо на крупноплодный подвой привать, а как правило сенец гибридный до плодоношения, то и не все сорта поддают в таком воспитании. Надо вам Мичурину передом прочитать. О, сейчас, ага, сейчас, вот интересно, интересно, чуть не скажу, сейчас он разбежится, посмотрим, а вот Сергей туда, ему высылайте, так, пасенка, вот его адрес, так, вот адрес, или что это, а это на есть первый том, ага, ну, для того и общение, здорово, Ирина, добрый вечер, пользуя муравьев, ну, пользуя муравьев, я узнал в пятом классе деревенской сельской школы на Украине, западной Украине, вот, дети военных ходили в деревенскую школу, вот, и там рассказывали, я цифры забыл, они съедают такое количество, кто-то же подсчитал насекомых, что если, допустим, если бы муравьев бы не было, или если бы удалось, сделать генетическое оружие против них, вот, они окружены злобой, если бы это случилось, ну, сколько бы мы могли еще продержаться, ну, пока в холодильниках не закончится пища и на складах, вот, а дальше все, больше бы ничего не выросло, если муравьев не будет, вот, равновесие в природе поддержит муравьи, так, пойдем дальше, вот это их польза, на канале крамола вышел ролик разума растений, как деревья общаются, если не смотрели, советую, мне нравится, я и так знаю, как они общаются, вот, ну, может, по-своему знаю, но дело в том, что, если, так, а, ну, в принципе, если я должен набрать, да, просто, канал крамола, ролик разума, вот, в нем горится деревья, то, о чем горит железа, деревья живые, самое обидное, что, вот, все вот эти вот, телеканал, вебер, феи, еще сотни тысяч авторов, они деревья превращаются, как, это, помните знаменитые выражения, стольерству против плотника, они еще хуже, те хотя бы могут взять деревяшку, да, из нее что-то заблесить, а эти живые деревья превращают в деревяшку, вот, у гигантов хуже вкус, будет средний, но вкусный, ну, давайте смотреть так, что у меня гигантов, допустим, те, которые у меня, я же не старался, там, собрать побольше сортов, но так получилось, у моих гигантов вкус, хороший или очень хороший, вот, например, я упомянул грушу гигант под Москвой, я сам был поражен, что она оказалась невероятно вкусной, она сразу вошла в десятка самые вкусные мои груши, и вот это меня поразило, буквально поразило, вот, поэтому гигант гиганту рознь, я бы не стал вам посовывать гигантную такую грушу, а это, 300 грамм, эти самые, на молодом дереве, французской сорт, а нет, бельгийский сорт, лесная красавица, вкуснее в жизни не едал, то есть, есть еще осенья Яковлева, тоже во рту тает, их несколько, но это вкусные, а вот, чтобы еще вкуснее было, у той же, бельгийской лесной красавицы, я не едал, а у нее на молодом дереве, вот такие плоды, смотрите, сейчас фотографии не буду искать, просто поверьте, вот такие плоды, 330-350 грамм, вот, а вы берете гиганты, то есть, гигант гиганта рознь, так, всем привет, Мичурин утверждал, что если привить черенок, известного культурного, на грушу Сибирьху, сорт рода будет узнать, выходит это мутация, ведь многие сорта возникают, ведь многие сорта, возникли многие сорта, понимаете, в чем дело, и так, взрослое дерево, такое, заматеревшее, с невероятной морозостойкостью, с невероятной выживаемостью, вот, все остальное, допустим, культурный сорт, культурный, это значит, где-то, когда начиналось, вспоминайте, западная Сибирь, где-то, западная Европа, это была, ледник, доходил там, до Германии, до Чехии, до Словакии, до Польши, это ледник, а ледник, это километры льда, не горизонтально, вертикально, представляете, дальше Сибирь, как бы, европейская, то есть, все было на уровне, Сибирь, это мамонты, все, никаких плодовых деревьев уже не было, они, что успело, то сохранилось, или вернулось, допустим, в Африку, потом потепление, и помаленьше, помаленьку, с помощью семян, в основном, они двигались, и с помощью этих, вот это медленно, с помощью корневых отводков, они могли проделать, за миллион лет, тысячи километров, но семена быстрее, раз, надуло, а потом перепыление, ветром надуло, и, значит, получается, и все на север, на север, так, вот так получается, а, они, имеют, как бы сказать, есть такое выражение, в науке, называется, разброс качеств, разброс именно, а Сибирь, Сибирь, это Сибирь, она сильнее, его с точки зрения генетики, попробуйте к ней привить что-то, на взрослую, я-то хитрю, как, смотрите, берется Сибирь, это сразу, это важнейший вопрос, почему у меня получается, не все, не всегда, вот, берется Сибирь, это, как правило, одну, максимум, двухлетка, так, вот такой толщины, двухлетка, прививается у земли, и у корней, которые должны кормить, их задача кормить, он должен кормить Сибирь, а ее нету, прививка-то, вот на таком расстоянии от земли, вспоминайте, мои уроки, а его нету, погубить, культурную, яблоню, в виде черенка, две-три почки, погибнуть самому, понимаете, и получается, что половины дерева нет, раз, извините, ослабленный Сибирь, который говорил, заматеревший, но это взрослый дерево, а саженец, он сам еще ребенок, и что получается, к нему легче прицепиться, а у второго поколения, еще легче, а потом, помните, эта женщина-ченок хотела, с помощью прививок, увеличить вот такие вот, вот эта ж полудичка, полукультурка, вот такие вот роветочки, 10-20 грамм, хотел увеличить, а вот это уже продолжение этой темы, ну интересно же, да, и так, врослую Сибирку, она может спокойно, погубить все прививки, на нее трудно, или, что такое, как бы назвать, например, уже не мутация, нет, другое слово, мимикрировать, во-во-во, ой, готово интересно с вами общаться, мимикрировать, прививка, у нее шансов ноль, она на Сибирке, Сибирка, если она как, пнет под зад, надо притвориться своей, понимаете, а как притвориться своей, а у меня же, все они через Сибирку прошли, все культурные, уже проблем меньше, значит, самое главное, что зацепиться, а потом придет время, второе поколение, третье, четвертое, и вот, пожалуйста, вспоминайте, эти самые, деревья огромные, плавносящие, на семенах Сибирки, или на корневых этих, уже без разницы, вот так вот примерно, я объясняю, а так он ее, что взял на Сибирку, привил, а у нее варианты, ну, прижилась, она не похожа сама на себя, мимикрировала, приспособилась, какие-то качества выставила, а я своя, я своя, я своя, у меня там часть генов, с вашими схожи, вот, плоды другие, вот такая антинаука, я вам рассказал, так, что еще интересно, яблоки имею в виду, ну, я тоже, в принципе, то, что я сейчас говорил, я яблоки имел в виду, этим способом, можно выводить новые сорта по ходу, это кто говорит, смотрите, что-то пишет, да, тут, ну, конечно, еще раз, новые сорта, я бы сказал, новые вегетативные сорта, а они настолько плывут хорошо, что в следующем поколении опять не узнать, ой, это очень интересная тема, ждем, что Александр Смодель пишет, он плохого не напишет, он плохого не напишет, я пока гляну, с кем мы сегодня, кто у меня в гостях, Дамасевич, куда же без Беларуси, так хочется сказать пару слов, ласково, белорусам, зажрались вы, ребята, о, зажрались, нам бы такого, президента, я этого не говорю, так, ну, что, смотрите, сами сорта изменяются, скажем, поколение перепрививки, размывается качество, все по железу, но при переезде на юг, бывает улучшение вкуса, вот, как я забыл сказать, Александр Николаевич, абсолютно верно, при переезде на юг, только почувствовать, себя комфортней, вот, ими, и том-то и дело, что переезд на север, это приспособление, вот, а на юг, можно добиться, только, мы же не можем, тех, кто задает такие вопросы, отправлять, переезжайте, собирайте чемоданы, и на юг, там ваши, будут, тот же самый, сортам будут крупнее, ну, к сожалению, мы не выездные, наше время переезд, это хуже пожара, так, вопрос, роднедки, вырастить из ваших семян, дадут седобные плоды, кстати, сортов образцы, это тоже неправильно, Алексей, дело в том, что, это будут не сортов образцы, это формы будут, от образцы, они бывают только от этого, от сеянцев, но это ладно, это вопрос такой рабочий, так, роднедки, вырастные из ваших семян, дадут седобные плоды, и как долго задать плоды, роднедки, для меня так, Сибирка для Сибири, Северного Урала, Дальнего Востока, Камчатки, и самых, вот, помните, как там, я за голову хватался, 200 метров, севернее Вологды, еще севернее, вот туда, это Сибирки, роднедки, они все-таки полукультурки, они, как бы, ну, лучше, к ним прирастут, приживутся, черенки культурные, самых культурных сортов, поэтому, более, чуть-чуть, южной России, я рекомендую роднедки, опять же, как подвой, выращивать роднедки, на севере, седать седобных плодов, очень сложно, почему, я хотел этот вопрос, отнести до следующего раза, почему, у нас есть сад, тысяча, взрослых, ранеток, все доедины, одичали, стали, полусибирками, вот, пальцы, ногти, видите, вот такие вот, осадили, как ранетки, вот, это яркий пример для Сибири, ярчайший пример, а вот ранетки, которые вы закажете, у меня же, допустим, да, и семинар, ранетки я их продаю, видели ранетку, вот, видели ранетку, Илья Александрович, держит на ладонях, прекрасные плоды, вот, но, надо, чтобы они ехали на юг, и второе, мы не знаем, кто опылил, рядом-то у меня же, культурные яблони растут, значит, можно добиться, улучшения качества, в плане, и вкуснее, и на самом деле, более крупнее, но шансы на уезжан гораздо больше, у северян меньше, то ли я совсем одичаю, то ли крупнее будут, не знаем, ни один человек на свете не знает, а как долго знать плодношение, если семечку ранетки посадили, 6-7 лет, скорее всего, плюс-минус, там, как это, будете калечить, раньше на плодношение, так, ваши знания не имеют цены, спасибо, Зинаида, ну, хоть один человек, меня это самое, считается доводом, отовод, тоже мне селекционер, так, так, и Мичурина, ты же, что сорта старого рождаются, потому, нужно выводить новый, еще раз, сорта старого не вырождаются, сорта старого приспособляется, вернуть им кальция прежде можно, а на юг, спасибо, Александр, что вы это подсказали вовремя, а на юг, и бе, с помощью, экзотирной гибридизации, когда у них проявляется новое качество, которое невозможно планировать, но они проявляются, вот так, а вырождаются, любой сорт, вот уже, уже хуже некуда, уже смотреть на нее тошно, вот, я эту ранетку несчастную, обрезал так, что оставил вот такие, какие-то, куски от таких веток, толщиной с руки, с ноги, толщиной с руку, толщиной с ногу, все это было бензопила, отпилено, не замазано, оставлено на умирание, на уничтожение, уже и корни были раскопаны, а руки не дошли, а она, как желает, дала снова вот такие побеги, это всего лишь было омоложение, и вот такой результат, попробуй, когда у нас другого урожая, сумасшедшего, у них сахара не хватает, их много, зато мелкие, им главное дать семена, почему, Сибирь, потому что холодно, потому что, одна задача, повторить рот, повторить рот, я не до крупности, так, все вроде, ну что, по-моему, так, ну что, Александр, жду, что вы там напишите, так, чем мы будем говорить, пока Александр Николаевич нам пишет чего-то, так, что же нам пишет, а, возможно, при прививке на 2-3 годовой, мощный местный подвиг, пройдет тоже укропление плодов, я уже говорил, этого не знает никто, укропление, умельчание, несколько факторов, я же не зря говорю, на освоении ментора, вопрос ментора, так, это какое-то одно преобладающее качество, помните насыщение ментора, я же так, фейду получил, я не знал, что я помечурина работаю, но получил, вот, какой-то из факторов, решающих, что мы хотим, повысить морозостойкость, сразу мельче стал, даже при прививке, а вы видите, при прививке, да, а может быть, прививка удачная, 100% совместимость, вот тогда он возьмет, и возьмет, и увеличится размер, и сладость прибавится, но угадать, невозможно, это, знаете как, я даже не знаю, с чем это сравнить, только с карточной игрой, вот, колода карт, только так, видите, как все это, но я еще раз говорю, это не наша, не моя беспомощь, что я не могу, сказать, что обязательно произойдет, может пройти укропнение, а тут же рядом, может пройти умельчание, улучшение, ухудшение, и то, что я даю такое, это не значит, что мы дураки, что вы это, наоборот, это призыв, этим заниматься, рисковать, двух-трехлетней, мощностью под двой, это гарантированная морозостойкость, если приживется, да, а там укропнение, в одном случае, в другом умельчании, ну, для умельчания взяли топор, мы волшебники, но нам надо брать количество, и тогда все получится, знаете, 10 семян, раз выросло 10 саженцев, все разные, и гадаем, вот лист крупнее, а вот там написано, что если лист, вот, как будет зубчиком, значит, это дичок, а если лист получится такой, значит, это культурный, черт из два, вон, Катя Кузнецова, моя это, ученица, она же, этот, моим сайтом заведующая, у нее все наоборот получило, они должны быть мелкие получились, крупные, но это все, еще интереснее, если мы сделаем 100 прививок, мы надеемся сохранить какие-то качества, я еще раз, под самый конец говорю, это очень важно, мы хотим получить конкретный, вот такой куст и сладкий, а я вам говорю, мы со 100 прививок получим 100 вариантов, с 1000 прививок, 1000 вариантов, ну и те-то интереснее, вот о чем речься, я надеюсь, как-то вас, ух, ух, так, Вячеслав Сергеев, Георгий Подмосковый, поздний ранний сорт, летний сорт, так, ну что, все вроде поговорили, писать вроде нечего, говорить не о чем, вот, заканчиваем разговор, вот каталог семян, вот каталог черенков, вот, берите больше, кидайте дальше, это наш принцип, иначе бы ничего бы не было, еще раз, я начал, с того, что, ну еще, это Антон Валерьевич, это нас касается, я пошел в лес, я взял, сделал сотню прививок, половина не пошла, еще четверть плохо пошла, но 10-20 лучших, которые мощно пошли, сибирьки там росли, дикие, настоящие, я взял, скобом земли, перенес сад, все, сад, я был в него заложен, понимаете, как просто все, вот, но тут, еще раз говорю, садил густо, сад сожгли, я уже, на, на, весной, осенью, я уже саженцами торговал, этих же в лесу накопал, но уже не несколько десятков, а несколько сотен, если точнее, 400 штук, осенью у меня уже, это, и вообще, рвали из рук, я потом похватился, бать, честно, я первый же год заработал, будущее, притом, никого там, три раза больше, чем ведущий инженером, сразу, продав эти 400, этих самых, не по предельной цене, 400 этих, привитых, яблок, сибирок, привитых на сибирке, количество надо брать, потому что лучше остались, там всегда, а вновлении приходят, вот такие яблоки, вот такие деревья, но это не каждое дерево, это одновременно, и продажи, и селекция, все, ребята, а то я что-то много говорю, а вот еще, и семян сладкой, яблоки, груши, вырастают, такие же сорта, ядички, ну, единственный пример, сегодня был приведен, о чем он был, вспоминайте, женщина, мои семена, порастила, 7 лет назад, у нее вались 50 граммовые, но вкусные, сладкие, а я и не мог продавать, 50 граммовые, у нее таких и не было, значит, у нее получилось, что они вроде бы частично, они не одичали, стали мельче, но сохранили сладость, вот, и такие примеры бывают, но против них всех один пример Мичуина, еще раз, не хочу скрывать, пример Мичуина, и так, он привил Антоновку на дикие яблони, они дали урожай, такой, он взял семена, посадил, вырастил, урожай получился вот такой, снова дички, и он сделал вывод, что виноват подвой, он повлиял, вот так, поэтому между двумя, этими, у Чернобаева, тоже 50 граммового вырастил, но вкуснейшее, но садил-то он, был где-то, семена с 200 граммовых, получил 50 граммовые, но не умер, вот, и яблочки вкусные, и все, в общем, истина где-то посередине, ну, все, кажется, заказывайте семена, заказывайте серверки, заказывайте диски, заказывайте, книги, в электронном виде, и в бумажном виде, вот, вот это вот, я еще раз, я буду подсовывать, любому, кто сделает заказ, по принципу, это стоит 100 рублей, хотите, не платите, но здесь, и человек, уже 10 по 100 рублей заплатили, я стал богаче, вот, хоть 1000 рублей вернул из тех, ну, все, друзья, до свидания, спокойной ночи, Антон Валерьевич, благодарю за давое терпение, вот, и просьба прислать мне, сегодня, сейчас, этот самый, ролик, или как он называется, вот, а на следующий раз, мы с вами, одну тему, климата, разберемся до конца, есть у меня, это самое, уникальная сорта, и к морозу, или нет, нет, как утверждают, некоторые специалисты, значит, вот эти 108 вебинары, вы можете коту под хвост, вот, есть, значит, у вас будет еще и лучше, чем у меня, помните, спасибо, Александр Николаевич, на юге, еще и лучше будет, если то, что у меня есть, кто-то южнее посадит, вот, на этой оптимистической ноте, я заканчиваю разговор, до свидания, спокойной ночи, к рукам, nitrogen, у которых, нет, которые, peu, которые, поэтому, это и ш��면,